МНО Республики Корея одобрила строительство новых эсминцев и подводных лодок. 14 мая 2019 года ЦАМТО МНО Республики Корея одобрила строительство новых эсминцев и подводных лодок. НАПЛ ТИП 214 для ВМС Республики Корея. Источник изображения CasasiHelicopters2.blogspot.com ЦАМТО, 13 мая Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея ДАПО объявила, что возглавляемый министром обороны Чонгенду комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил планы строительства эсминцев и подлодок следующего поколения для ВМС страны. В частности, было одобрено строительство второй партии из трех эсминцев УРА класса Си Джонг Ди Уанг, Си Джонг Ди Уанг, КДХ3, Korean Destroyer Experimental, 3, и второй партии из трех дизель-электрических подводных лодок класса КСС, 3. ДАПО планирует заключить соответствующие контракты в рамках данных программ в ближайшие несколько месяцев. По данным СМИ, общая стоимость проектов оценивается в 7,3 ТРЛН. ВОН, 6,3 миллиарда дол. Поставки должны быть выполнены к 2028 году. Как указано в пресс-релизе, ДАПО проект КДХ3 серии А2, оценивающийся в 3,9 ТРЛН. ВОН, 3,3 миллиарда. ВОН, предусматривает постройку сминцев, которые будут отличаться от кораблей первой партии улучшенными мореходными и противолодочными характеристиками. Новые эсминцы будут оснащены системой боевого управления ИДЖИС-корпорации. Локхид-Мартин. Усовершенствованы системой ПВО-ПРО, которая позволит перехватывать баллистические ракеты, улучшенными средствами обнаружения и сопровождения целей. Ожидается, что новые корабли смогут выполнять пуск ЗУР. СМ-2. Первая партия эсминцев. КДХ3, также оснащенная система ИДЖИС, была принята на вооружение в период с 2008 по 2012 гг. Верфь Hyundai Heavy Industries, HHI, построила первые и третьи корабли, а Due Wu Ship Building and Marine Engineering, DSME, второй корабли КДХ3 серия 2 спроектированы компанией Hyundai Heavy Industries, HHI, в соответствии с заключенным в мае 2016 года контрактом. Ожидается, что эти эсминцы также будут построены на верфях HHI и DSME. Стоимость строительства второй партии 3450-тонных подводных лодок KSS-3 оценивается в 3,4 ТРЛН. Вон. Новые NAPL также будут отличаться улучшенными боевыми возможностями по сравнению подлодками с первой партией, постройка которых также ведется HHI и DSME. Новые подводные лодки будут оснащены пусковыми установками баллистических ракет, литиевыми батареями и современными ГАЗ. В декабре 2018 года агентство DAPA объявило, что DSME завершило разработку скизного проекта NAPL KSS-3 в рамках заключенного в 2016 году контракта. Ожидается, что DSME также построит первую подлодку второй серии. Контракт на постройку первых двух подводных лодок в рамках первого этапа BATCH-1 проекта KSS-3 DAPA Подписал ОС DSME В декабре 2012 года Подрядчиком постройки третьей подлодки в конце 2016 года была выбрана Hyundai Heavy Industries Головная подводная лодка была спущена в сентябре 2018 года и должна быть принята на вооружение в 2020 году. Ожидается, что еще одна партия из трех подлодок KSS-3 будет заказана в начале 2020-х ГГ. Агентство DAPA рассматривает программы строительства новых эсминцев и подводных лодок в качестве приоритетных проектов в рамках усилий по снижению зависимости от иностранных технологий. Ранее агентство заявило о стремлении в максимально возможной степени оснастить корабли системами национального производства. Для этого, DAPA в течение последних двух лет реализует программу импортозамещения, определяя сферы, в которых наиболее востребованы собственные возможности. Право на данный материал принадлежит сам-то. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.